В ходе расследования гособвинители выявили, экс-чиновник при трудоустройстве действительно предоставил в отдел кадров ложные сведения, в частности информацию о персональных данных. Сам бывший замминистра в публикациях СМИ утверждает, что менял фамилии, но в анкете почему-то этот факт скрыл. В средствах массовой информации очень правильная информация фигурирует, что гражданин действительно менял свои фамилии. Несмотря на тот факт, что в анкете он отражал сведения о том, что он фамилию не изменял, фамилию не менял, в прокурорской проверке было действительно установлено, что ранее гражданин имел иные фамилии, в частности он был гражданин по фамилии Бурков, потом он поменял фамилию на Геринджийский и уже в относительно недавнего времени он третий раз поменял фамилию и стал Додиановым. Еще один фейк его биографии об учении в Иркутском военном училище и служба в одной из войскских частей ФСБ. Также господин Додианов, он же Геринджийский и Бурков. Последняя, кстати, как поясняют прокуроры, его настоящая фамилия предоставил при трудоустройстве поддельное удостоверение. О награде медалью президента Российской Федерации за отвагу и ордене мужества. Проверка была установлена, что гражданин Додианов действительно предоставил документы о воинском учете, что он проходил воинскую службу достаточно длительное время, с 3-го года по 17-е года. В частности, были им предоставлены документы о том, что он проходил обучение в высшем институте в Иркутске с 3-го по 7-е года. Иркутское учреждение в ответ на это сказало, что ни гражданин Додианов, ни иные лица, которые он ранее фамилией носил, в этом учреждении никогда не обучались. Из ответов компетентных органов, в том числе ФСБ, следует, что гражданин Додианов воинскую службу в этом конкретном учреждении не проходил. Если органы предварительного следствия сочтут, что вина Додианова доказана, то ему грозит до двух лет лишения свободы. Улправда ТВ продолжит следить за развитием событий.